Хорошо, мы вчера закончили на Александре Великом. Просто хочу вкратце чуть-чуть напомнить влияние, которое оказал Александр, потому что оно на самом деле имеет смысл в дальнейшем, и мы продолжим говорить также об этом. И его влияние заключалось в том, что он создал определенную идеологию, которая объединяла Восток и Запад, это то, что называется эллинизм, и это определенный гибрид культуры, религии, населения. Происходило в его время миграция с одного города в другой, люди искали более лучшей жизни в надежде того, что где-то в другом месте они могут лучше устроиться, как-то лучше работать, что-то еще. Значит, мы знаем, что греческая появилась архитектура, также спорт. Из Греции были принесены, ко всему прочему, еще и боги на Восток. Греческая философия распространялась очень сильно, и в восточном мышлении все больше ее стало появляться. Александр открыл, или при нем открылись библиотеки, особенно большая такая библиотека была Александрийская. И таким очень важным моментом, который оказал особое влияние в то время и в поздние дни, особенно в период Нового Завета, это то, что греческий язык, он стал таким общим языком, и это способствовало особенно для распространения Евангелия, мы знаем, в Новом Завете. Значит, это то, на чем мы вчера закончили. Значит, что еще сегодня мы скажем? Что греческий, еще раз вернемся к языку, что греческий стал преобладающим языком империи. Можно так это сравнить, как сегодня, наверное, как английский язык, который массово распространен во всем мире. И сейчас даже вот я слышал, что в Китае государство обязало всех граждан, чтобы они изучали английский язык вне зависимости от возраста. Не знаю, насколько это правда, но если это так, то это интересно. Значит, что интересно еще, это то, что появляются тысячи различных греческих папирусов. Разные брачные контракты, деловые письма, любовные письма, объявления, рецепты, документы. Все это, оно пишется на греческом языке. Конкретно в Израиле в то время говорили на трех языках. Значит, если говорить о первом, особенно, столетии, да, то евреи первого столетия, они могли говорить на арамейском. Это, ну, большая часть говорила на арамейском языке. В некоторых местах продолжали еще говорить на иврите. Вот, и так же многие говорили на греческом языке. Что особенного было то, что евреи, которые жили в диаспоре, ну, то есть те, которые жили за пределами Израиля, понимаете, да, что такое диаспора, вот, эти евреи нуждались в том, чтобы слово Божье, да, Тора, в Ветхий Завет, Танах, был переведен на греческий язык. Потому что практически большинство из них вообще не говорило уже на иврите. Да, то есть и они нуждались в действительности для того, чтобы понимать закон Божий, им необходимо было перевод на греческий язык. Значит, в это время появляются определенные, такие, знаете, новые стандарты жизни. Можно сказать, тоже позитивные, там, эффективность правления, например, потому что появляется городская структура, а также централизация власти происходит. Вот. И очень интересный момент такой, что Израиль имел свободу, то есть хотя он и был под Александром, да, находился Израиль, должен был платить там дань и так далее, но и Израиль имел всё-таки при Александре свободу. Александр был очень лоялен, ну, по отношению к Израилю. И в данном случае, если происходило даже какое-нибудь рассеяние иудеев в этот период времени, то чаще всего это происходило не потому, что на них давили, а потому что они просто переселялись, эмигрировали с одного места в другое, ища, может быть, просто лучшего какого-то образа жизни с надеждой найти какой-то экономической выгоды. И именно по этим причинам они передвигались с одного места в другое. В это время было наибольшее скопление еврейского населения в новом городе, который назывался Александрия. Этот город находился в Египте, и город этот был основан самим Александром. Именно в этом городе собралось большое количество евреев. Знаете, интересно, что... Интересен момент, как Александр вообще захватил Израиль, как Израиль стал данником ему. И... Значит, перед этим Израиль находился по данью у Дария. И когда Александр пришел войною, он предложил, чтобы... Ну, послал первосвященнику письмо, и предложил, чтобы первосвященник прислал ему помощь. И военную помощь, и также материальную помощь. Но первосвященник ответил ему, сказал, что я не могу так поступить, потому что я обещал Дарию, что мы будем платить подать, что мы будем ему верными и так далее. Поэтому я не могу поступить таким образом. И Александр, знаете, он сильно разозлился по этому поводу. Ну, в связи с тем, что первосвященник не захотел ему помочь. И после того, когда он взял газу, он очень поспешил в сторону Иерусалима. И в это время первосвященником в Иерусалиме был Иадуя. Вообще, очень интересное тоже событие предшествовали этому. Это события, которые были связаны с братом этого первосвященника. Его брата звали Монасия. И Монасия был женат на иностранке. Он был женат на дочери Санавалата. Ее звали Никасо. И Никасо ее звали. И вот общество священников обратилось к Монасии с тем, что если он хочет продолжать участвовать вообще в богослужениях, участвовать в жертвоприношениях и так далее, то он должен тогда отпустить эту жену свою, значит, расторгнуть этот брак. Потому что это была одна серьезная проблема из-за того, что многие священники находились в этот момент в браке с иноплеменницами. И если брат первосвященника продолжает нести служение, будучи женат на иноплеменнице, то это было поводом к тому, что и другие священники могли не только продолжать жить с иноплеменницами, но они могли продолжать также и вступать в брак. И к нему обратились просьбы, что он должен просто для себя принять решение. Либо он не будет участвовать в жертвоприношении, то есть он не будет вести священнический образ жизни, либо он расторгнет брак с этой женщиной. Интересно, что Монасия, он, знаете, он не захотел расторгнуть этот брак, и в то же самое время он не захотел оставить священническое положение. Поэтому он отправляется к Санавалату, к отцу своей жены, и Санавалат ему говорит, ну, он ему говорит, что если я хочу продолжать быть священником, но мне придется оставить твою дочь, потому что из-за нее я не могу быть священником. Но я люблю твою дочь, поэтому я не хочу с ней расторгнуть этот брак. Что-то нужно сделать, и как быть в этом случае? И, знаете, Санавалат говорит, не надо тебе расторгать брак с моей дочерью, если тебя не хотят принять в Иерусалиме как священника, я построю точно такой же храм, как в Иерусалиме, и ты будешь в этом храме священником. И он сказал, что он обратится к царю Дарию, с тем, чтобы Дарий помог ему в этом вопросе. И монастыя остается, знаете, у Санавалата, в действительности ожидая, что тот сможет выполнить свое обещание. В конце концов, многие священники потянулись в сторону туда же, к Санавалату, и вместе со своими женами они стали оставлять Иерусалим, те, которые были женаты на инопоплеменниках. Многие люди, которые не хотели следовать постановлениям, законам Божьим, ну, допустим, что-то они хотели делать, а что-то не хотели, например, соблюдать там кашрут или что-нибудь еще, они также потянулись в эту сторону и стали перемещаться туда, к Санавалату. В итоге Санавалат уже хотел поговорить с Дарием, но в это время пришел Александр, и Дарий потерпел поражение. После чего большая часть войска Дария убежала в Персию, а сам Дарий оставил в плену у македонян свою жену и мать, и детей. После этого Александр двинулся в Сирию. И знаете, интересно, что Санавалат принимает решение, он вступает в союз или идет как бы служить Александру, да, и он обращается к Александру с тем и говорит, что вот, знаешь, есть вот такая ситуация сейчас в Израиле, что вот есть священники, которые вот не согласны с некоторыми там правилами, они хотят жить по-другому, и это хорошая возможность для того, чтобы ослабить Израиль, для того, чтобы его разделить. Для этой цели нужно построить храм, такой же, как в Иерусалиме, и часть израильтян, часть священников, они перейдут в этот храм, и это очень сильно ослабит сам Израиль. И знаете, Александру эта идея понравилась, вот, и он разрешил, чтобы Санавалат построил этот храм. И в итоге Санавалат построил этот храм. И этот храм был построен на горе Герозим. Герозим. В конце концов, он построил этот храм, и в действительности сделал там верховный священникам монасию. После чего в скорости он умер. Он был уже пожилой человек. Он умер. Но, знаете, этот храм, он стал особой в итоге, правильное название, Гарезим. Гарезим. Если так по-русски, то Гарезим. Впоследствии этот храм стал новым, как бы, камнем преткновения в отношениях между Израилем и Самарией. Именно в это время, возвращаясь к Александру, да, и его вторжению в Израиль, именно в это время Александр, он послал письмо с просьбой, чтобы первосвященник, в то время, которое был Иадуй, да, принес ему вот эти вот помощь и оказал помощь ему. Но тот отказался. И Александр, после того, когда он взял газу, он поспешил к Иерусалиму. И в это время, когда, значит, пришло известие первосвященнику Иадую, знаете, он серьезно испугался и растерялся. Не знал, как бы, с одной стороны, как, что делать и так далее. Как встретить ему этих македонян? Он понимал, что Александр в гневе. И он понимал, что если он в этом гневе придет, то он просто начнет уничтожать многих. И вот, что он, ну, предпринял. Во-первых, он призвал народ и попросил, чтобы народ начал молиться. Они стали приносить жертву Богу и стали умолять Господа о защите для всего народа, для иудеев. И чтобы Бог оградил весь народ от опасностей. Интересно, что когда после всех этих жертвоприношений, после этих молитв, я дуй, лег отдохнуть, то Всевышний явился ему во сне. И приказал ему, ну, повелел ему не работать, а украсить ворота города венками, открыть эти ворота, также всем облачиться в белой одежде. И ему же, и прочим священникам встретят царя в установленных ризах, и не боятся при этом ничего, так как Господь Бог заботится о них. И вот я прочитаю, что пишет об этом Иосиф Флавий из иудейских древностей. «Восстав от сна, первосвященник был очень рад, и объявив всем о полученном предвещании, и поступив сообразно полученному им во сне по велению, стал готовиться к прибытию царя. Когда он узнал, что царь недалеко от города, он пошел ему навстречу к местности, носящей название Сафа, вместе со своими священниками и толпою горожан, чтобы сделать встречу царя как можно торжественнее и отличную от встреч, оказанных царю другими народами». Имя Сафа в переводе значит «вышка», ибо оттуда возможно обозреть весь Иерусалим и тамошний храм. Между тем финикийцы, исследовавшие за Александром хуфейцы, полагали, что, наверное, гнев царя пойдет на иудеев, и он решит предать город разграблению, а правосвященника со всей семьей – гибелью. Однако на деле вышло совсем не то, что Александр еще издали заметил толпу в белых одеждах и во главе его священников в одеяниях из бессона, первосвященника же гиацинтового цвета и золотом, заткнутой ризе, челмою на голове и золотой на ней дощечкой, где было выгорировано имя Господне. И потому один выступил вперед, преклонился пред именем Божьим и первый приветствовал первосвященника. Когда же иудеи единогласно громко приветствовали Александра и обступили его, цари сирийские и все прочие были поражены поведением его и подумали, не лишился ли царь рассудка? Тогда Парменион подошел к царю и на вопрос, почему он теперь преклоняется перед предсвященником иудейским, когда обыкновенно все преклоняются перед Александром, получил следующий ответ. «Я поклонился не человеку этому, но тому Богу, в качестве первосвященника, которого он занимает столь почетную должность. Этого старца мне уже раз привелось видеть в таком убранстве во сне, в македонском городе Дии. И когда я обдумывал про себя, как овладеть не Азией, именно он посоветовал мне не медлить, но смело переправляться через Гелеспонд. При этом он обещал мне лично быть руководителем моего похода и предоставить мне власть над персами. С тех пор мне никогда не приходилось видеть никого в таком облачении. Ныне же, увидев этого человека, я вспомнил свое ночное видение и связанное с ним предшествовавшее, и потому уверен, что я по Божьему велению предпринял свой поход, что сумею победить Дарья и сокрушить могущество первого персов, и что все мои предприятия увенчаются успехом. Сказав это, Пармениону и взяв первосвященника за правую руку, царь в сопутствии священников пошел к городу. Тут он вошел в храм, принес по указанию первосвященника жертву предвечному и оказал при этом первосвященнику и прочим Ириеям полное почтение. Когда же ему была показана книга Даниила, где сказано, что один из греков сокрушит власть персов, Александр был вполне уверен, что это предсказание касается его самого. Великой радости опустил он народ по домам, а на следующий день вновь собрал его и предложил требовать каких угодно даров. Когда же первосвященник испросил разрешение сохранить им старые свои законы и освобождение на седьмой год от платежей податей, царь охотно согласился на это. Равным образом, в ответ на просьбу разрешить также вавилонским и медийским иудеям пользоваться прежними законами, он охотно обещал им исполнить все их просьбы. Когда же он сам обратился к народу с предложением принять в ряды своих войск «Все, кто захочет, причем им будет предоставлено право не изменять своих древних обычаев, но жить не нарушая их». Многим очень понравилось это, и они согласились участвовать в его походах. То есть, видите, да, очень интересное такое событие, которое он описывает, что мы видим, что и в тот промежуток времени, когда пророки молчали, да, ну, в том смысле, что не писалось Писание, Бог действовал и также заботился о своем народе Израиле. И в действительности мы знаем, что, да, книга Данила нам говорит о событиях, да, которые произошли действительно с Александром, что это было предсказано заранее. То есть, что Бог это все видел, Бог это знал, и Бог определил, что так быть. Интересно просто то, что Александр здесь также, знаете, он при всей своей надутости, надменности и всем остальном, да, нашел в себе смелость для того, чтобы преклониться пред всемогущим Бога, понимая, что Бог на самом деле дарует победу ему. Ну, мы видим, что он как бы сам заявил об этом, да, что он верит в то, что эта победа одержана им, потому что Бог всемогущий, и, заметьте, Бог чей, Бог Израилев дал ему эту победу. После этого были тоже интересные события, знаете, самаритяне, услышав, что Александр очень так положительно отнесся к иудеям, пришли к нему навстречу тоже с таким почтением, уважением, и стали говорить, что они также поклоняются Богу, Авраама, Исхака, Якова, что они тоже, знаете, чтят законы Божьи. И Александр уважил их, а потом они сказали, что они тоже хотят, чтобы он их освободил на седьмой год от уплаты налогов. После чего Александр спросил, вы что тоже иудеи? И интересно, что, как пишет Иосиф Лавио, он говорит, что самаритяне назвали себя также иудеями. Но они, когда нужно было, когда гнали иудеев, то они говорили, что они не иудеи. Вот. Но когда оказывали особую почесть какую-нибудь иудеям, можно было иметь какую-то выгоду, они тут же о себе заявляли, что они иудеи. Я как-то был в Крыму, и мы посетили там синагогу, которая принадлежит Караиму, может быть, вы слышали, да? Караимы. Да, Караимы. Есть такой небольшой народ, который живет таким же образом, как и иудеи. Вот. Они не все тоже как бы исповедуют до конца, что иудеи, но, во всяком случае, вот, пятикнижия точно исповедуют. Вот. И живут как иудеи, и очень как бы их жизнь такая похожая. И вот интересный такой момент я там услышал. Ну, я не знал до этого раньше. Я знаю, что Караимов по сегодняшний день их принимают в Израиль, им дают возможность ехать туда, потому что считают их как людей, исповедующих иудаизм. Вот. Но их не считают евреями. Хотя некоторые думают, что они все-таки евреи. Но на самом деле их не считают евреями. Их считают иудеями, которые, ну, исповедуют иудаизм и разрешают им ехать в Израиль. Ну, это очень интересно. Мне рассказали историю, что глава, ну, или как, глава общины Караимов в Крыму во время Великой Отечественной войны он добился аудиенции, я не помню, либо у самого Гитлера, либо у Гиммлера, у кого-то, в общем, добился аудиенции с тем, чтобы объяснить, что они иудеи, но в то же самое время они не евреи. И он получил, как бы, указание на то, что распоряжение, чтобы их не уничтожали наравне с евреями. Понимаете, да? Просто, когда я читал Иосифа в Флаве, и потом я услышал эту историю, то подумал, как-то очень, ну, похоже, да, так, ну, в том плане, что иудей. Вот. Я ничего не говорю, ну, как бы, плохо против этого народа. И с большим уважением отношусь к этому народу, и очень интересна, как бы, их также судьба и жизнь, то есть их преданность Слову Божьему, знаете, и всему остальному. Ну, просто интересный, как бы, такой исторический, как бы, факт. Вот. Значит, после того, когда Александр умер, произошло нечто очень тоже интересное. Его вся империя, она была разделена на четыре части. Четыре части, да. И унаследовали империю, его четыре генерала, или, как их называли, диадахами. Вот. Значит, одного звали Антигон, и он получил в управлении Азию Антигон. Антигон. Что ж, да? После того, как Александр умер, царь Македонский, Александр Великий, или Александр Македонский, умер. Азия, Антигон. Да. после его смерти, его империя разделилась на четыре части. Значит, четыре его военачальника, да, полководства, они стали управлять. Значит, Антигон, он управлял Азией, Селевк, получил в управление Вавилонию с ее племенами. Лисимах. Лисимах, да. Лисимах. Нет, нет. Лисимах. Ему достались в удел земли Гелеспонта. Гелеспонт. Кассандр получил Македонию. А вот Птолемею, Птолемея Лагина. Да, да, записывайте. Птолемей Лагина. Ему достался Египет. Лагина. Птолемей Лагина. Да, да. Ему достался Египет. Значит, происходило то, что эти тут же между собой начали ссориться. Война за войной. Воевать друг с другом. И в конце концов вот этот Птолемей Лагида, у него было прозвище Сотер. Птолемей Лагида, у которого было прозвище на тот момент Сотер. Он обманным путем очень интересно, знаете, завладел Иерусалимом. Что он конкретно сделал? Он пришел в субботу в Иерусалим под предлогом, что он хочет принести жертву. И в этот момент он не встретил никакого сопротивления со стороны иудеев по той причине, во-первых, что они подумали, что он действительно пришел принести жертву. Во-вторых, в субботу никто за оружие не брался. А вот и он воспользовался этим и просто захватил город. Один княдец, его звали Агаторхид, сделал запись в то время. Как? Что? Агаторхид. Агаторхид. Он был как бы историк, и он написал историю об этих диадахах, то есть об этих военачальниках. И вот он сделал такую запись по поводу захвата Иерусалима. Он пишет так, что существует народ, называемый иудеями, которые, обладая укрепленным и большим городом Иерусалимом, допустили занятие его Птолемеем только потому, что не желали взяться за оружие. Вот вследствие такого несвоевременного и неуместного суеверия им пришлось предпочесть столь сурового деспота. Ну, то есть, другими словами, он выражается то, что из-за того, что евреи в субботу ничего не делают, в результате им на голову сел Птолемей, который стал их деспотом. Но знаете, что происходило дальше? Постоянно Птолемей, он сражался с селевкидом и поэтому Израиль, он все время находился в военной зоне. Но, на самом деле, при промлении Птолемеев вообще, династия Птолемеев, она правила с 323 года по 198 до Рождества Христова. С 323 по 198 год. И Израиль находился под Птолемеем вот эти вот годы. Это получается сколько? 125 лет, да? Израиль находился под Птолемеем. Вот этот Птолемей Сотер, он правил 41 год. После его смерти власть перешла к его сыну, которого звали Птолемей Филадельфу. И этот правил страной в течение 39 лет. Повторить что-то? Птолемей Филадельфу. Он правил 39 лет. Можно отметить то, что в действительности при их правлении Израиль имел достаточно такую, ну, вел положительный образ жизни. То есть он не был уж слишком притесняем. Во всяком случае позволялось исповедовать свою религию и за это никого не притесняли. Вот. В самом Израиле было самоуправление. то есть стороной правил первосвященник. Вот. И сам первосвященник, он подчинялся царю Египта, которым был Птолемей в то время. И, в принципе, была достаточно, ну, такая, можно сказать, ну, если не учитывать, что ты находишься под чем-то гнетом, да, то жизнь была достаточно на самом деле свободная. и условия жизни были достаточно неплохие. Да, да, да. То есть была, в этом отношении была свобода религии для евреев, то есть они могли свободно исповедовать иудаизм, да, они следовали предписаниям и так далее. Очень важное событие произошло при правлении Птолемея Филадельского, Филадельфийского. Это событие, оно связано с переводом Танаха на греческий язык. Ну, вы слышали, да, септуагинта, перевод семидесятий. Танаха Танаха на греческом. Ну, так называют, но вообще их было семьдесят два человека. Вот, да, очень интересно как бы описывается, что вот этот вот Птолемей, он был любителем книг и при нем служил человек, который собирал эти книги, он был еще большим любителем собирать книги. Вот, и этот, сейчас я посмотрю, как его имя, два человека. так это и была Александрийская библиотека, самая крупная библиотека. Ну, это позже было, да. я посмотрю сейчас. в общем, давайте я пока вам историю расскажу, да. ситуация была такой, что этот человек, он пришел к этому Птолемею и он говорит ему, что у евреев есть просто шикарные, шикарные, говорит, книги, особенно связанные с законом Божиим, говорит. Это самые такие, говорит, лучшие, мудрые книги, которые, говорит, их просто не хватает в нашей библиотеке. Говорит, но одна проблема, говорит, эти книги, они написаны на древнем еврейском языке и, естественно, ни вы не можете оценить все их прелестей и другие многие не могут оценить всех их прелестей. Поэтому вот есть такое вот предложение, чтобы, значит, взять и перевести эти книги на греческий язык, чтобы мы могли насладиться всей прелестью и всей мудростью та, которая есть в этих книгах. И он предлагает, он говорит, давайте отправим письмо первосвященнику, пусть он пришлет из каждого колена по шесть мудрецов, которые бы смогли бы перевести эту книгу на греческий язык. Вот. И, в принципе, он соглашается, этот Птолемей, с этим предложением, и он отправляет письмо с тем, чтобы прислали там получается 72 мудреца, для того, чтобы переводить эту книгу. Вот. И интересно то, что он посылает большие дары, большие там жертвы, для того, чтобы отдать почесть Богу Авраама, Исхака, Иакова, чтобы принести все эти жертвоприношения в храме. Он оказывает большое почтение и уважение. И когда первосвященник получает это письмо, получает эти жертвы, эти подарки для храма, подарки вообще, как бы, для страны и так далее. И он, как бы, на самом деле, даже не знает, что ему делать. Потому что, с одной стороны, он понимает, что, наверное, народ воспримет это не очень хорошо, чтобы брать священные книги, переводить на другой язык, чтобы ними пользовались какие-то другие люди и так далее. Но, с другой стороны, не может отказать царю. И он обращается к людям и говорит, хотя это не в наших правилах вести себя таким образом, но я думаю, что мы не можем отказать, потому что это все-таки с другой стороны и большая честь, что хотят читать наши книги, читать наши законы, уважать их. и принимают решение, действительно, отправляют этих мудрецов, которые едут туда, в Египет. И они собираются и многие годы они занимаются тем, что они делают этот перевод. В конце концов, перевод был осуществлен. И интересно то, что, знаете, если там, допустим, кто-то говорил, а верен ли этот перевод или не верен. Хотя, вот один из аргументов даже этого человека, когда он обращался к Птоломею, он говорил, «Надо призвать многих людей, тех, которые мудрые люди, способные и так далее, для того, чтобы не было никакого изъяна и чтобы перевод был очень точен». Он говорит, потому что одни и те же слова могут иметь разные значения. И в действительности, то есть, когда перевод делался, согласовывалась каждая фраза. Каждый, ну, то есть, вот представь, 72 человека должны были сказать «Да, это действительно звучит вот таким образом, это действительно так». Вот. И после, то есть, они должны были сойтись во мнении однозначно, вы понимаете, да, это было важным таким требованием, что не могло быть так, что большая часть думает так. Они должны были искать фразу таким образом, чтобы она излагалась, чтобы в результате все сказали, «Да, это точно так». После этого читали текст еще другие некоторые люди и было вначале предложено, если у кого-то есть какие-то сомнения или есть какие-то предложения по поводу того, что текст, возможно, где-то не точен или что-то не так, чтобы это было сказано. Но никто не нашел изъяна в этом тексте и все соглашались с тем, что текст был сделан очень точно, переведен очень хорошо, после чего было принято решение, что этот текст не может быть уже изменяем, чтобы ни у кого не возникало каких-либо там уже дополнительных сомнений, что что-то было не так переведено или что-то еще и так далее. И поэтому таким вот образом появился этот текст. Хорошо, давайте сделаем перерыв.